Здравствуйте, друзья! Мы в Болонии, на книжной ярмарке. И мы беседуем с Александром Альперовичем, издателем издательства Клевер. И в этом году Клевер впервые со своим стендом на ярмарке. Скажите, как вы решились, какой шаг? Мы больше года готовились к этой нашей премьере. Мы не только будем на выставке Болонии, в этом году мы будем и во Франкфурте. Более того, мы намерены в этом году объездить все крупнейшие выставки и в США, и в Китае, и в других странах, где это только возможно. Нас очень интересует западный рынок с точки зрения продаж. Мы очень давно участвуем на этом рынке в качестве покупателя. Впервые мы пытаемся продавать наши права, наши книги. Это очень интересно с точки зрения того, что мы получаем обратную связь. То есть не мы спрашиваем у продавцов, чего бы нам хотелось, а покупатели спрашивают у нас, что у нас есть, и что бы им хотелось у нас приобрести. Это дает совершенно другое понимание, видение картины мира как бы изнутри. Это совершенно необычное ощущение, совершенно необычное знание. Изначально, в общем, первый день мы провели очень успешно, очень много было встреч, очень хорошие отзывы. Я надеюсь, мы получили очень много предложений и запросов. Я надеюсь, что все это выльется в какие-то конкретные сделки, и наши книги будут по всему миру. Хорошо, вот если, может быть, мы не будем говорить конкретные книги, а, может быть, исхать туда назад. Но что интересует, в первую очередь, западного или восточного издателя, если мы о Китае говорим? Ну, надо сказать, что есть определенные тренды. Сейчас стали отходить от раскрасок. Мы в основном интересуют такие activity books. Это книги, где есть какое-то занятие для ребенка и так далее. Интересуют какие-то короткие рассказы, даже не в сказке, а вот что-то одно. Это называется здесь новолки. Очень заинтересовали наши игры с точки зрения исполнения и полиграфии, и рисунков и так далее. Мы, в общем, здесь достаточно необычные для такого традиционного русского стиля. И это, в общем, получилось у нас достаточно международный проект. То, что надо отметить, что мы сделали хорошо и то, чем мы можем гордиться. У нас очень хороший каталог, который мы сделали на хорошем английском языке. Он понятен нашим покупателям, понятен тем, кто приходит нам на встречи. И это, в общем, очень помогает работать. Плюс к этому, если вы видите, то у нас, в общем, большое количество образцов книг, которые уже сделаны на английском языке, которые мы перевели и подготовили с помощью. Мы специально для этого привлекали американских редакторов, которые готовили нам всю внутренность этих книг. Это не... При всем при том, что, в общем, это простые детские книги, и, тем не менее, это требует достаточно серьезной работы. Да, все имеет значение, да. Совершенно верно. Хорошо. Вот как экзибитор, вы рассказали. А как посетитель? Может быть, какие-нибудь тренды? Что нового? Ну, вы знаете, принципиально, так как мы бываем раз в полгода, для нас никаких сюрпризов... То есть пока никаких новых трендов нет? Да, нет, ну, нельзя сказать, что что-то резко поменялось, или что мы увидели что-то такое, что... Есть какие-то маленькие, маленькие-то ростки. Вот мне вчера мои там девушки сказали, которые были на многих встречах, так что стало очень популярной темой, ну, такого, условно назовем такого, феминизма, то есть роли женщины в жизни вообще, в мировой истории и так далее. У нас это трудно. Да, но тем не менее, ну, если говорить о каких-то там вещах, на которые мы раньше не обращали внимания, сейчас это стало заметно, потому что это не точечная вещь, а это практически у всех. Будем надеяться, что лед когда-нибудь проложится, и у нас в отношении проблем. Хорошо, спасибо большое, Александр. Спасибо вам. Спасибо.